В Сухуме обсуждали инцидент с обстрелом машины бывшего сотрудника МВД. Студенты университета Ильи присоединились к акциям студентов ТГУ. Мировые державы обсуждают вопрос о федерализации Сирии. С этими и другими новостями вас ознакомит Майя Пипи. В Сухуме состоялось расширенное заседание личного состава МВД. Оно посвящалось обсуждению инцидента с обстрелом машины бывшего сотрудника МВД, де-факто Абхазии Руслана Джелли, и акции протеста родственников и друзей Джелли, которые состоялись 9 марта. Вчера, 9 марта, двери министерства были открыты, шел прием граждан, и я выслушал родных Джелли. Между нами было достигнуто понимание, все было воспринято правильно. Брат Руслана пожал мне руку, попросил разрешения обняться и потом вышел к людям. Многие этого не восприняли. Они хотели сенсации, но ничего из этого не получилось, цитирует министра внутренних дел, де-факто Абхазия Леонид Забжва, государственное информационное агентство Апсны Пресс. Сотрудники береговой охраны Грузии оштрафовали в портовом городе Поти, плавающей под флагом Либерия судно за слив фекальных вод, говорится в сообщении Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов. Капитану корабля придется заплатить штраф в размере 65 тысяч лари, а также возместить нанесенный окружающей среде ущерб. Судно может покинуть территориальные воды Грузии лишь после выплаты необходимой суммы. Студенты Университета Ильи присоединились к акции, проходящей перед первым корпусом ТГ. Собравшиеся университета Ильи провели шествие к Белийскому государственному университету. Они скандируют солидарность ТГУ, автономию университету. В Белийском государственном университете имени Ивана Джавакишвили два дня проходит акция студентов. Часть студентов ТГУ выражает протест выбором канцлера. Вчера в университете сорвалось заседание Сената. Причиной этого стала акция одной группы студентов, в которой выступают против кандидатуры Георгия Гаприндашвили на пост канцлера университета. Восточное командование сухопутных войск вооруженных сил Грузии возглавил полковник Шавли Гута Батадзе, говорится в сообщении Министерства оборонной страны. Решение о формировании восточного и западного командования поддержал президент Грузии Георгий Марк Валашвили. Президент подписал соответствующий документ после рассмотрения вопроса на заседании Совета национальной безопасности. Шавли Гута Батадзе 18 лет служит в СГрузии. Военное образование получил в Объединенной военной академии Министерства обороны Грузии, а также прошел курс Генерального штаба в Германии. До последнего времени Табатадзе возглавлял управление по боевой подготовке Департамента военного образования и боевой подготовки J7 Генерального штаба ВС Грузии. Зарубежные новости. В выпуске государства, содействовавшие прекращению огня в Сирии, рассматривают возможность федерализации страны. Сирийская оппозиция, однако, настроена категорически против такого варианта. Мировые державы, содействующие прекращению огня в Сирии, обсуждают возможность такого устройства страны. По оценке авторов идеи, наделение регионов широкой автономии позволит сохранить территориальную целостность Сирии. Об этом 11 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Тема федерализации Сирии в настоящее время привлекает серьезное внимание со стороны участников переговоров под эгидой ООН. Эту идею поддерживают не только Россия, но и некоторые крупные западные страны. И соответствующее предложение, уже представленный спецпредставитель ООН по Сирии Стафану Дамис Туре, сообщило агентство на условиях анонимности дипломат при Совете Безопасности ООН. У меня все к этому часу с новостями дня. С вами была Майя Пипе. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok